Представители компании «Другой климат» презентовали уникальную продукцию, не имеющую аналогов на мировом рынке. Инфракрасный обогреватель на дизельном топливе весьма экономичный и потребляют электроэнергию не больше обычной лампочки. Используя дополнительный аккумулятор или генератор, можно создать полностью автономное отопление. Обогреватели мобильные не требуют системы дымоотхода. Еще одним продуктом стал мобильный кондиционер, который настолько уникальный, что дает возможность использовать его в помещениях производственного назначения с большой площадью. На сегодняшний день мы привезли климатическое оборудование, дизельный инфракрасный обогреватель, билетный инфракрасный обогреватель, электрический обогреватель и портативный мобильный кондиционер, холодильник. Технологии у нас запатентованы, это ноу-хау, такого не существует в мире. Сегодня мы в принципе презентация, мы это все покажем, объясним, расскажем. Мы бы хотели открыть, скажем так, пойти в белорусский рынок, то есть в Бресте присутствует особоэкономическая зона заключить договор, ну и, соответственно, наладить ОМ-производство, то есть твердочную сборку, скажем так. Наши комплектующие мы производим, какую-то часть в России, какую-то часть привозят из Южной Кореи. То есть, ну, соответственно, просто перенести опыт портово-освоэкономической зоны Сульяновска в Брест. Вопросы в ходе проведения презентации обсуждались весьма важной экономической составляющей, актуальность предложения для рынка Беларуси и возможность поучаствовать в государственных закупках посредством сборки оборудования в области. Одна из основных целей – поиск производственной площадки. Территория Брестского научного технологического парка всегда рада видеть гостей из разных регионов, особенно если гости приезжают с интересными идеями, с технологиями, с производством, так как на территории технопарка мы заинтересованы в развитии и увеличении количества резидентов технопарка. Не исключаем, возможно, и совместное производство, поэтому после презентации данных продуктов примем для себя решение, насколько нам это будет интересно и, может быть, в каком-то направлении мы вместе завяжемся и будем произвести ту или другую продукцию. В первую очередь экономическая составляющая, то есть надо все посчитать, посмотреть, насколько это актуально для рынка Беларуси и не только для Беларуси, и в чем мы можем непосредственно помочь. Имеющиеся все оборудование, возможно, будут приобретать какое-то дополнительное оборудование. Все будет зависеть от экономики данного продукта. Брестская область продолжает успешное сотрудничество с регионами Российской Федерации, налаживая тесные экономические связи. В октябре минувшего года делегация Брестской области с ответным визитом посетила Ульяновскую область, чтобы рассмотреть производственные площадки. Неоднократные визиты делегации обеих сторон плодотворно решают экономические задачи и реализовывают инвестпроекты. Традиционно Российская Федерация является основным партнером внешнеторговым как Республики Беларусь, так и Брестской области. Свыше 75% экспорта уходит в российские регионы. Традиционно, конечно же, это продукция сельскохозяйственной переработки, мясомолочная отрасль порядка 65%. И мы показываем очень неплохие темпы в динамике как по прошлому периоду, так и по текущим месяцам этого года. Все это результат предварительной, тщательной, длительной проработки. С Ульяновской областью мы ближе познакомились год назад. В рамках визита их губернатора съездили с ответным визитом, посмотрели на потенциал экономически инвестиционной региона. И, в общем-то, сделали для себя определенные выводы, отрабатывали с компанией «Другой климат» в течение года возможные варианты сотрудничества и кооперации. Сегодня они у нас приехали своим ходом из Ульяновска специально для того, чтобы познакомить нас со своим оборудованием, познакомиться с нашими потенциальными потребителями и найти точки для возможного размещения производства на территории Брестской области. Тесные партнерские взаимоотношения дружественных стран позволяют развиваться экономике Белоруссии и России. Мощный рост взаимодействия активно влияет на уровень жизни населения, работу производства и хорошие кооперативные связи. Янина Даниленко, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.